Всем привет дорогие подписчики! И зрители канала Асместного Зарбабай И сегодня мы с вами поиграем в игру по названию Cartel Tycoon У нас с вами была эта игра на первом взгляде Сейчас она вышла в ранний доступ 18 марта Посмотрим что там добавили Вроде как немножко расширили сюжет Поиграем Я посмотрю на ваши отзывы На ваши комментарии, на ваши лайки Может быть зайдет, а может быть не зайдет Посмотрим, все зависит от вас Поехали, не буду долго томить Кто не видел, то посмотрите пожалуйста первый взгляд Кто уже видел, то в принципе Знает про эту игру Давно дали мне ключик, но только сейчас Дошли к сожалению руки до этой игры Из-за нехватки времени Но, как говорится, лучше поздно чем никогда Поехали, играть Так, новая игра Конечно же И сюжет Источность собрать я не хочу Добавится еще получается выживание, скоро мультиплеер еще будет Поехали в сюжет Так, слот сохранения, понятно, первый Субтитры сделал DimaTorzok Сезар затягивается сигаретой, успокаивая нервы Звучит длинный гудок, затем треск Алло Привет Меня зовут Сезар, Сезар Гарсетти Звоню по поводу вашего объявления в газете Ищите партнера? Я? Голос незнакомца Звучный, мягкий и теплый Как свежезаваренный кофе Любовь или бизнес? Возможно, я ошибся номером Зависит от того, что вы ищете, сеньор Скотство У меня нет времени на кидалово Смех разливается с телефона трубки Сезар затягивается Огонь с треском пожирает тело сигареты Виноват Прошу прощения Давайте начнем сначала Сезар, так? На этой земле можно заработать деньги Но в ней глубоко зарыто множество собак А одному их выкопать не под силу никому Мне нужен надежный партнер Я могу на вас рассчитывать? То есть вы вот так просто меня наймете? Ну, вы явно толковый Я одолжу вам одну из своих резиденций с деньгами Спрятанными в ее стенах Вы будете следить за моим только что оперевшимся дельцем Это простое садоводство Выращивание и продажа цветов Мы будем думать об этом Как о тестовом задании, да? Сигарета обжигает кончики пальцев Прежде чем Сезар успевает ответить Он ругается от боли Незнакомец снова смеется Великолепно Когда это будет сделано Я свяжусь с вами Удачи, Сезар Гарсетти Так, простое садоводство Используя грязные деньги Постройте три опиумных фермы В пределах области действия резиденции Вот это тут резиденция Используя грязные деньги Постройте склад Так, чтобы он был в пределах области действия резиденции И обслуживание фермы Соедините склад и фермы С помощью дорог Так, сначала надо построить Фермы Обзор карты Дороги Здания Ферма Так, ну смотри У нас здесь Получается здесь Плодородная земля Так, ставим туда Наверное здесь Одна здесь будет Вторая пусть, наверное, здесь постоит И третья здесь Окей Так, дальше что? Нужно построить еще склад Ага Неудачно я поставил, получается Не дотягивается склад А, ну тут хотя бы Ферму обслуживают Так что В принципе Нормально Так, ну и дороги Песчаная Пусть будет песчаная Так, есть Отлично Ну хорошо Все строится Склад и фермы С помощью дорог Я же соединил Это не считается, что ли? Как-то странно Как бы мне не пришлось Это дело перестраивать Это что у нас такое? А, это управление Обучение Хорошо В пределах резиденции Странно В резиденции Находится ваш стартовый капитал Десять тысяч грязных денег Используйте деньги Для наращивания Производственных мощностей Чтобы начать строительство Вы берете нужное здание Поместите его в ряде Резиденции И соедините с ней дорогами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы через склад проехать... Простой, с удовольствием завершено! Оно было что-то не очень простым, блин! Квест просто 101 успешно завершено Хорошо Что дальше? Так Переместите Сезара в склад Используя основные приказы лейтенанта Доставьте опиум на аэродром Используя основные приказы лейтенанта Установите аэродром в качестве пункта назначения Для любого склада Доставьте опиум на аэродром Используя склад Точки сбыта аэродрома Морские порты и КПП Это места, где вы можете обменять продукцию на грязные деньги Хорошо Так Как мне его сюда переместить? На склад Так Прибыл? Прибыл Доставить Пункт назначения аэродром Поехал Ну это вроде бы я сделал Первая машинка поехала Но я бы наверное как-то бы соединил что ли здесь дорога Чтоб они как бы в город не заезжали Поехали в объезд Правильно Во-первых это сократит время А во-вторых Может быть проблем никаких не будет Во-вторых Ну здесь понятно Здесь гористая местность Тут пусть едут Пока в принципе все хорошо Грязные деньги 48 тысяч Чистыми 4800 Музыка классная Так Первый Грузовичок Подъезжает И что Сразу полетел что ли? Красавчик А почему тут это вот не выполняется? Так Так Не понял Доставьте Опим на аэродром Используй основные приказ лейтенанта Это я же сделал Доставить Может быть надо чтобы машины приехали назад? Пока момент не ясен Не походу надо ему самому как-то это делать Доставить Но мне надо опим достать Я могу только А вот Так я не спеваю тогда Интересный момент Интересный момент Я же не успеваю тогда взять Мне надо получается самому доставить еще Как-то Зачем это делать Когда машина есть Ну окей Ладно Все Все поехал сам Все поехал сам Это Мое сопровождение Странное и непонятное Зачем Зачем столько машин Пальво сплошное Так Продайте 25 единиц опиума На фермах И продайте 25 единиц опиума Используй аэродром Это только получается ждать Хотя продажи у нас Пошли прям хорошо в гору Через аэродром Можно продавать только нелегальные товары За них вы получаете грязные деньги Ну это понятно Блин одного не хватило Чтобы выполнить это задание Так это завершено Это новый квест Окей Так подожди Ты сам что ли будешь мотаться Еще продавать Ну окей Ладно Пусть мотается Так Статистика Это у нас Так Ускоряем процесс Нашел время Где ускоряется Это очень медленно происходит Отлично Завершено Сезарь Горсетти Я соблюдаю Я соблюдаю традиции Я соблюдаю традиции ради нее Будем думать Будем думать об этом Будем думать об этом Как об инвестициях Купите нам Таксопарк В Амадо На связи Дали нам чистых денег Десяточку И нужно купить Автопарк Чистые руки Получен новый квестик Постройте таксопарк В городе Амадо Используйте Сезаро Переведите грязные деньги С аэродрома В таксопарк Включите таксопарк Отмойте 1800 грязных денег В чистые деньги С помощью таксопарка Окей Амадо Это у нас вот здесь Да? Да Вы можете строить здания С уникальными характеристиками В городах Количество зданий Которые можно построить Варьируется от города Городу Хорошо Город находится Под контролем Моего картеля Моя территория Не взимаются деньги Мэр Хуан Сьерра Сьерра популярна У молодых избирателей Он вдохновляет Идеями Социальной справедливости И всеобщего процветания Но без стабильности Он просто идеалист Дарящий ложные надежды Может быть Закулисная сделка Поможет создать мир Которого он жаждет Так Здание Таксопарк А То есть Мы даже не выбираем Где его построить Мы просто его строим Могу я закрыть Это дело Да Все это дело строится Неплохо Окей Так Потом Получается Надо будет Сизара перевести Так Мне надо так Чтоб ты прекратил доставочку Ладно Пусть пока Едет туда На место Таксопарк Построен Включен Сразу Теперь Надо будет Его перетащить Вот сюда Офигеть у него сопровождение Серьезно Две тачки Это же палево Сплошное палево Таксопарк Престал работать Дата события 19 января 1990 года Причина Недостаточно денег Для оплаты Расходов на содержание Так Подожди Я еще Пока не отмываю Деньги Ты че Так Доставить Грязные деньги Отсюда В таксопарк 8300 поехал Мне везти Красавчик Так Так Ну Включить Отлично Деньги Привез Деньги Отмываются Ну 300 в час Че не так Все Там товар Доставляется Здесь Деньги Отмываются Бизнес Прям Попер Так И что Первые 300 Есть Или Мужчины Не отмыли Пока Еще Пока Не отмыли Отлично Чистые руки Завершено Гараж Захудалого Таксопарка В Амадо Сезар Наблюдает Как оставшиеся Пачки наличных Вытаскивает Из багажника Старой машины Он прижимает Куху Телефон Ах Запах Свежевыстиранных Денег Прекрасно Правда Гараж Пропитан Едкой смесью Запахов Краски Бензина И пота Сезар Прикусывает Язык С хрустом Распрямляет Спину И тяжело Вздыхает Ей богу Сезар Я впечатлен Вы усердно Работаете Благодарю Даже Слишком Если будете Продолжать В том же духе То надорвете Себе спину Прежде чем Сможете Насладиться Плодами Своего Труда Это тяжелая работа Но кто-то Должен делать Ее Синьер Если Действительно Обеспокоены То приезжайте И помогайте Разве Я не доверил Вам свою Резиденцию И людей Оттуда Водители Которые Будут счастливо Разделить Рабочую Нагрузку Просто Скажите Им Что делать И они Будут Это Делать Пока Вы Не скажете Им Остановиться Синергия Друг Мой Сделайте Так Чтобы Система Работала На Вас Вот Так Это Завершено Синергия Новое Задание Выберите Аэродром В качестве Пункта Назначения Для Резиденции Строительство И оплата Содержания Грязными Деньгами Сложнее Но при Правильном Управлении Это Экономит Много Времени И сохраняет Ваши Чистые Деньги Для Моментов Когда Они Больше Всего Нужны Выберите Свой Вариант И Оставайтесь Гибким Так В качестве Пункта Назначения Выбрать Аэродром Есть Выберите Таксопарк В качестве Пункта Назначения Для Резиденции Тоже Есть Отмойте 3600 Грязных Денег В чистые Деньги С помощью Таксопарка По 1800 Отмывается Неплохо Ну так получается Он сам мотается Все таки Да Есть Первая 1800 Так что Мигаешь Мне все Да подожди Ты Мигает И мигает Мигает И мигает Я так понял Что они Должны Были Сами Тут Все Это Дело Возить В ожидании Так Одна Тачка Поехала Но это Не та Тачка Она Скорее Все Поехала За деньгами Да А Выполнено Уже Классно Сезар Стоит на балконе Резиденции Курит И смотрит Как грузовики Перевозят Незаконные товары Деньги Телефон Снова У его Уха Приятно Быть главным Да Множество Рук Облегчает Работу Тем не менее Я по прежнему Считаю Что было бы Неплохо Нанять Еще Нескольких Сезар Вздыхает Сигарета Безвольно Свисает С его Губ Еще Водителей Нет Нет Мой Друг Они Винтики В машине Лейтенанты Будут Выполнять Разные Более Сложные Задачи Я Позаботался Об этом Скоро Вы сможете Выбрать Новобранцев В резиденции Мы Еще Сделаем Из вас Лидера Сезар Смеется И роняет Сигарету Изо рта На деревянный Пол Поспешно Раздавливая Ее ногой Если Быть Лидером Быть Всего Лишь Голосом На конце Телефонного Провода То Меня Это Не Интересует Скажите Чем Я Отличаюсь От Одного Из Ваших Винтиков Я Даже Имени Вашего Не Знаю Партнер Так Голос Незнакомца Пролился Тягучими Каплями В душу Я Понимаю Ваше Недовольство Вероятно Пора Представиться Официально Выполнить Это Задание И Скоро Мы Встретимся Сезар Гарсетти Окей Наймите Лейтенанта В резиденции И имейте Не менее Двух Лейтенантов В картеле Повысите Предность Лейтенанта Увеличив Его Содержание Так Нанять Лейтенанта Хм Ну Поехали Ванесса Диас Венджи Ака Вдова Сила 1 Способности Доставка И поехать Перки Убийство Содержание Бесплатно Наемный Убийца Подчиняется Без вопросов Работает Без переживаний Кажется Сердце Ванессы Было Украдено Давно Но Возможно У нее Никогда Его И не было Так А что Неплохо Нет Она нравится Сразу Бесплатная Да Нанять Так Один Есть Этот Уже Поинтереснее У нас Лейтенант Во первых Он стоит денег А во вторых У него Сила 2 У него Другие Перки Совсем Во первых Доставляет Выбранный Ресурс В указанное Здание Потому что Неспособности Такой Нет Да И Взращиватель Опиума На 50% Сокращает Интервал Производства Опиума В области Так А ты У нас Приказ Заключить Сделку После Заключения Сделки Вы сможете Продать Определенный Товар По более Выгодной Цене Но Я В принципе Выполн Это Задание Поэтому Я Тогда Не буду Ничего Делать Повысить Преданность Лейтенанта Увеличив Его Содержание Так А как Это Сделать Во Ну Пусть Будет Так Наверное Пока Будет Десятка Партнер Приехал В резиденции Шумно Автомобильные Двигатели Ревут Лейтенанты Выкрикивают Приказ Водителя Незнакомец Появляется В парадной И долго Оглядывается Мне нравится Что вы сделали С этим местом В комнате Повисает Тишина Только Сезар Узнает Этот голос Звучный Мягкий И теплый Как Свежезаваренный Кофе Сезар Встает Навстречу Незнакомцу Приятно Наконец Познакомиться Партнер Пожалуйста Зовите меня Мигель Они Обмениваются Приветствиями Прежде чем Сезар Представляет Мигеля Своим Лейтенантом Вы Хорошо Справились С наймом Тем не менее Будьте Осторожны У каждого Лейтенанта Есть потребности Деньги Или Власть Удовлетрите Их нужды И вы Получите Преданность Это Действительно Ценно Однако В случае Неудачи Они могут Разочароваться Непредсказуемо Конечно Есть Способ Решить Эту Проблему Кошелек Или Пистолет Верно Подмечено Сезар Пока Мне Нужен Ваш Меч А не Перо Наш Бизнес Растет И наши Поставки Тоже Есть морской Порт Продлежащий Другой Банде Соберите Своих Сильнейших Лейтенантов И мы Заберем Его У них Вы Идете Смеясь Мигель Хлопает Сезар Ладони По плечу Для нас Это Начало Новой Главы Сезар Ха Так Новый Лейтенант Получен Нам нужно Захватить Этот Порт Нельзя Продавать Нелегальные Товары Через Порт Вам Нужно Упаковать В легальный Товар Например В овощи Окей Но здесь Есть Вражеская Банда Так Переместите Лейтенантов С достаточной Силой Во вражеский Порт Пуэрто Роджа Заходите Порт Пуэрто Роджа А Как понять Какая У него Сила А Три Сила Три И Кого Из Лейтенантов Не Примещать У Нее Сила Один У Него Вообще Силы Никакой Нет А Где Мой Товарищ У Него Сила Плюс Три Так Прикритить Доставку Приехать Пока В резиденцию Так А можно Как-то Два Их Сразу Выбрать Не Нельзя Так Это Грязные Деньги Получить Это Неинтересно Мне Убийство Тихое Убийство Может быть Так Просто Конфликты Ну да Понятное Дело Может быть Успеет Было бы Классно Конечно Если Можно Сразу Два Их Отправить О Смотри Он Догоняет Разборочки Пошли Так Ну может быть Они как раз Прокачаются Таким Разборочки Первые Потом Будут Проблемы Отлично Завершено Морской Порт Окрашен В красный Время уборки Сезар Подход К лейтенанту Сбрасывающему Труп С пристани Мигеля Видели Он оставил Для вас Указание Наладить Цепочки Поставок Через Морской Порт Капо Также Рекомендовал Быть Осторожным И использовать Цех Какой Цех Таможенники Гребаные Гринго Проверяют Любой Груз Что Переправляется По дороге Или Море Именно Поэтому Мы должны Проводить Наш товар Контрабандой Под видом Легальной Продукции А Очень Круто Нам Нужно Приступить К работе Да Капо Этот человек С которым Вы имеете Дело Его имя Мигель Анхель Ганча Но Люди Зовут Его Эль Веруньес Тот Самый Эль Веруньес Красноглазый Пес Дьявол Который Слаблазняет Жертв Прежде чем Украсть Их Души Не Полагайся На празвища Друг Мой Они Не Более Чем Фасад Как Легальная Паковка Нашего Груза Меня Называют Гусанито Маленький Червь Ты серьезно Думаешь Что я Червяк Как вы Думаете Почему Он Искал Нового Партнера Его Бывший Друг Находится В мешке Который Готовил Для Денег Вы Должны Быть Осторожны Мой Капо Ты Моя Мамочка Если Бы Я Проводил Все Сво Время В погоне За Подозрениями Мне Не Хватило Бы Ни На Что Другое Приди И Так Столкновение Началось Дата События Понятно Порт Был Захвачен Хорошо Новая Глава Завершена Замечательно Ложный Груз Получен Новый Квест Постройте Цех Поразите 40 единиц Опиума Упакованной В овощи И продайте 120 единиц Опиума Используя Порт Где Строить Цех Вопрос Новый Квест Поместите Любого Лейтенанта В порт В регионе Порта Роджа Поместите Любого Лейтенанта В аэродром В регионе Амадо Так Ну давай Наверное Ты у нас Останешься Здесь А ты у нас Поешь Вот сюда Точки Сбыта Необходимо Удерживать С помощью Лейтенантов Иначе Вы потеряете Над ними Контроль И они Перейдут Во владение Врага Понятно Здесь Что у нас Внимательно Следите За своими Лейтенантами Если Преданность Лейтенанта Слишком Сильно Падет Он станет Нестабильным И вы потеряете Над ним Контроль Так Что завершено Так Восстановление Контроля Завершено Замечательно То есть Кто-то пытался Тут Власть Взять Над моим Аэропортом Ох Засранцем Так Построить Цех Производство Цех Ну Опять-таки Наверное Скорее Надо иметь Возможность Чтобы он Был со складом Правильно Если Вы Производите Недостаточно Продукции Попробуйте Купить Ее В ближайшей Деревне Окей Хорошо Подожди Еще дорогу Не построил Так Вот так Так Строим Пока Цех Ну что Цех Построен Овощи Так Как его Производить В этот вопрос Скорее всего Нужна будет Ферма Правильно Потому что У меня нет овощей Да Строим тогда Получается Одну ферму А может быть Две поставить Сто процентов Сто процентов Сто процентов Только здесь Наверное Будем выбирать Овощи Нельзя пока Выбрать Да Да Пока Он Дорога Не соединен Выбрать Нельзя Так Давай пока Поставим на паузу А то Сейчас привезут Не то Что я хочу Эх Чуть Чуть Не дотянулись Ладно Так И надо Будет Получается Сюда Сразу Возить Так Ладно Начало Доставка Денег Так Теперь Меняем На овощи Так А почему Пристановлено Так Овощи Поехали Хорошо Все Пошло Производство Ждем Туда Получаться Овощей Потому что Опим У нас На месте С вами Находится А вот Овощей Пока Нет А Теперь Тебе Нужен Склад Ты Серьезно Ну Хорошо Ему Нужен Отдельный Склад Тогда Вот Эти Дороги Получается Ему Не Нужны Ну В смысле Давай Сноси Понял Я Ему Нужен Склад Отдельный Делаем Вот Так Дорога Сюда Чтобы Построить Склад Дорога Сюда И Вот Так Поехали У нас Получаться Овощи Склад Нужен Прям Обязательно Я думал Они будут Сразу Напрямую Возить Это было Правильнее Всего Да Быстрее Но Нет Хранилище В цехах Заполнено Если вы Получите Звезды Внимание Силовых Структур То Различные Силовики Будут Продержать Переполненные Склады Искать Нелегальные Ресурсы И принимать Каждые Свои Меры Окей Так Ну подожди Я соединил Тебе Уже Здесь Все Чего Не возит Это Вот Отлично Поехала Первая Партия Так Это Все Хорошо Логистика Добавим Пункт Назначения Тогда Получается Порт Точки Сбыта Необходимо Держать С помощью Лейтенантов Иначе Это я понимаю Это мы Посмотрели Поэтому У меня там Стоит Нормальный Лейтенант С хорошей Боевой Силой Так Первый Партия По-моему Еще не готов Да у нас Да Все Еще В ожидании Одни Овощи И три Получается Опь ему Требуется Так Половину Получается Выполнили Сколько Ему требуется Для того Чтобы Уже Загрузить Ну и Когда ты Поедешь Интересно Так А ты Не работаешь Что ли Он Оказывается Не работал Блин Он Оказывается Не работал По 12 Не возит Все Отлично Ну а здесь Только одна Машинка Пока Больше Нету Все Это квас Мы с вами Выполнили 12 Получается Он Загружает Это Будет 10 Ходок Делать Это Долго Мне кажется Надо будет Сделать Тут Дорогу А я Скорее Здесь Не могу Строить Потому что Это Не моя Территория Да Ясно Понятно Ну Ничего Я так Думаю Мы Все равно Когда Возьмем Под контроль Этот Город И Всю Территорию Ну Ладненько Я наверное Тогда вернусь К вам Когда мы Повезем Последнюю Партию Отлично Мы С вами Перевезли Необходимо Груз Вечернюю Тишину Морского Порта Нарушает Звук Гудка Мигель Сезар Осматривает Причал Знаешь Сезар Возможно Мы Переросли Нашу Скромную Обитель Эта Часть Бизнеса Всегда Стремится К Солнечному Свету Говори Прямо Мигель Если Есть Что То Чему Может Научиться Религиозное Воспитание Так Это То Что Образно Выражающийся Мужчина Редко Понимает О Чем Они Говорят Мигель Смеется И предлагает Зару Сигарету Он Берет Е Очень Хорошо Продажи Через Порт Приносят Неплохую Прибыль Но Нам Приходится Отстегивать Мэру Чтобы Он Отыгрывал Слепого Этого Раздражителя Может Не Быть Если Мы Будем Контролировать Регион Смекаешь Думаю Да Но Пуэрто Роджа Контролируется Правительством А не Какой-то Банды Вроде Той Что Держала Порт Как Мы Можем Забрать Регион Ты Будешь Удивлен Насколько Дешево Политики Оценивают Свой Народ Друг Мой Если Мы Поговорим С ними Я Уверен Что Сможем Договориться И Как Только Мы Выполним Условия Регион Перейдет Под Наш Контроль Снова Звучит Гудок Двое Машут Вслед Исчезающему В вечернем Тумане Кораблю Сезар Уезжает В город Мигель Широко Улыбается Изумительно Изумительно Нам Получается Надо будет Звять Под контроль Город Квест Ложный Груз Выполнен Контроль Получил Новый Квест Поговорите С мэром Региона Пуэрто Роджа И возьмите У него Задание Возьмите Под свой Контроль Регион Пуэрто Роджа Выполнив Задание Мэра Окей Этим С вами Выполнять Друзья Уже будем В следующей серии На сегодня Все Так что Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте В группу Вконтакте Все ссылочки Под видео С вами был Забабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих Прохождения Всем пока